С Нового года в России вступают в силу новые законы. О некоторых из них сообщили в Химкинской прокуратуре. Так, например, 2020-й будет периодом перехода на электронные трудовые книжки. Работодатель обязан уведомить до 30 июня 2020 года, включительно каждого работника, об изменениях в трудовом законодательстве. Соответственно, работникам будет предложено право выбора, либо дальше продолжать в бумажном виде трудовую книжку, либо же переходить на электронный носитель. И, соответственно, до конца 2020 года работники должны сообщить о своем выборе работодателю. Если работник не сделает выбор, то оформлен он будет по-прежнему в старом формате, с использованием бумажного документа. А вот для лиц, впервые устроившихся на работу, трудовая книга будет сразу электронной. Однако этот норматив начнет действовать только с 2021 года. Кроме этого, с января 2020-го меняется порядок назначения и ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка. Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка теперь возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прошиточного минимума на территории субъекта. Упрощается подача электронного заявления при заключении брака. Если раньше вместе с подачей заявления о заключении брака требовались копии документов, в том числе паспорта, то с января 2020 года эти документы предоставляются уже непосредственно в день заключения брака. Достаточно будет подать заявление, а все документы нужно будет принести лишь в день бракосочетания.